Всем привет! Сегодня делюсь рецептом крем-маски, эффект которой проявляется очень быстро, уже после нескольких процедур. Это антивозрастное средство предназначено для всех типов кожи, за исключением жирного типа. Вазелиновая крем-маска обходится совсем недорого, готовится быстро, но при этом отлично устраняет мелкие морщинки. Все компоненты легко найти в аптеках и магазинах. Я уже подготовила ингредиенты. Нам понадобится половина желтка куриного яйца, масло жижаба или можно заменить миндальным маслом, вазелин, обычный косметический вазелин, отвар аптечной ромашки, пищевая морская соль и натуральный мед. Как приготовить отвар ромашки? Ложку сухих цветов заливаю кипятком, оставляю на 15 минут, даю настояться. Итак, все компоненты подготовлены. Приступим к приготовлению косметического крема. Сырого желтка понадобится всего лишь половина. К желтку добавляю 2 чайной ложки масла жижаба. Полученную массу растираю. Отвар ромашки желательно процедить. Добавляю 2 чайной ложки отвара ромашки. Добавляю пол чайной ложки мёда. Количество всех ингредиентов я обязательно напишу под видео. И добавляю чайную ложку пищевой морской соли. Соль желательно брать мелкую. Если она крупная, её можно измельчить в ступке, например. Довожу средство до полной однородности. И в самом конце добавляю 2 чайной ложки вазелина. Вазелин нужно растопить на водяной бане. Вазелин я растопила на водяной бане. Посмотрите, какой он стал жидкий. Даю ему немного остыть и добавляю к смеси. Всё тщательно перемешиваю. Чтобы добиться однородности крема, ставлю на водяную баню буквально на 1 минутку. Для того, чтобы готовая маска в баночке не расслоилась, её нужно, когда она ещё тёплая, перемешивать до полного остывания. То есть, все ингредиенты должны быть очень хорошо смешаны. Вот перемешиваю до тех пор, пока маска не остынет. Вот маска начинает застывать. И она густеет прямо на глазах. Вот весь секрет в том, чтобы взбить маску до однородности. Тогда она не будет расслаиваться. Можно даже использовать обычный миксер. Готовый крем храню в холодильнике. В качестве основы под макияж это средство использовать нельзя, потому что оно слишком жирное. Лучшее время для процедур – поздний вечер, за 1-2 часа до ночного отдыха. Для правильного нанесения маски действуйте по такой инструкции. Первое. Очистить кожу от остатков макияжа. Я это делаю с помощью мицеллярной воды. Второе. Обработать кожу отваром ромашки. Равномерно распределить маску по влажному лицу. Совершить лёгкие вбивающие движения, чтобы средство лучше впиталось. Отдохнуть полчаса, затем смыть маску любой минералкой без газа или обычной водой. Вазелиновая маска очень жирная и её остатки будут ощущаться на коже даже утром. Поэтому рекомендуется воспользоваться качественной мицеллярной водой. Она уберёт излишнюю жирность и не допустит засорения пор. Какое действие маски? Желток и масло жажаба питают и повышают упругость. Вазелин. Увлажняет, смягчает, разглаживает морщинки. Ромашка. Лечит воспаление, успокаивает, избавляет от высыпаний. Лицо становится свежим, здоровым и ухоженным. Уже через неделю заметен эффект. Не используйте крем-маску слишком часто. Одного-двух раз в неделю будет достаточно. Потому что кожа не может постоянно находиться под вазелиновой плёнкой. Должна испаряться влага в любом случае. Чередуйте вазелиновую маску с другими полезными средствами. Не забывайте регулярно очищать кожу. Важное преимущество вазелина – это его низкая стоимость. Купив небольшой тюбик, вы получаете отличную основу для домашних омолаживающих масок. Вазелин не всасывается в кровь. Действует только местно. А это значит, что он никак не повлияет на общее самочувствие. В составе вазелина нет активных компонентов. Поэтому лечебного воздействия он не оказывает. Эффект вазелина основан на способности образовывать тонкий защитный слой. Это помогает коже удерживать больше жидкости. Если проводить профилактику пересыхания кожи 2 раза в неделю, это играет важнейшую роль в борьбе с морщинами. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новинки. До новых встреч! Всем пока!